привет друзья с вами фавионыч и эта запись будет сохранена в моем подкасте посвященным фликеру и посвященным фотографии я решил это сделать несмотря на то что у меня огромное количество полезных видео по фликеру по фотографии но исходя из того что многие до сих пор не усвоили знания не посмотрели мои видео ошибки flicker или короче для кого это подкаст для кого это для тех людей которые заинтересовались фотографии которые уже интересуются фотографией или еще не знают выйдет ли из них толк так вот друзья что я хочу вам дать я хочу вам дать инструмент который позволит вам во-первых найти свой стиль во вторых для тех людей которые верят в каких-то магических мифических фото блогеров или фото экспертов могу сказать что в двадцать третьем году и вообще в двадцать первом веке ну доверять просто каким-то экспертам это глупо почему потому что популярность если говорится о популярности вашей работы вас как фотографа вас как автора определяется социумом поскольку мы социальные животные и здесь мнение экспертов они скорее всего не будут оправдать ваши надежды во первых во вторых они не будут объективны с точки зрения трендов которые сейчас существуют поскольку эксперты уходят и уходят на фотографии остается так вот друзья инструмент который я обнаружил для себя в далеком шестнадцатом году из семнадцатого года который частью жизни моей стал благодаря ему я создал и канал посвященной фотографии в том числе и техники и людям это flicker краткая история друзья многие не знают что например самый популярный ход а хостинг считающийся инстаграмом до появился только через восемь лет как был основан первый фотосервис мирового уровня посвященный фотографии эта компания смог маг в 2002 году она сделала платформу на которой можно было сохранять фотографии из популярной игры буквально через год появился сервис который уже был специализирован на целиком фотографии и через в 2004 году за четыре года до появления инстаграма родился flicker данные википедии они противоречивы они говорят о том что в одиннадцатом году пользователей flicker было в районе 80 миллионов понятно что за еще 12 лет это количество могло увеличиться но даже если принять во внимание что это не так что количество их сохранилось или уменьшилось мы говорим все равно о десятках миллионов человек по моим данным если говорить о том что я слежу за этим уже с 16 17 года активно пользуюсь в сообществе у нас есть своя группа в телеграме посвященная фотографии фотоскоп где вы можете задать какие-то вопросы на которые не нашли ответы под описание моим видео или под этим подкастом так вот друзья что дает flicker дает в первую очередь вам обратную связь который позволит вам найти свой стиль или если вы еще не знаете свой стиль как это было со мной с многими другими фотографами с которыми я поддерживаю связь до сих пор все сталкиваются с этим проблемой потому что родственники вам скажут что все фотографии хорошие друзья вам никогда не скажут что фотография плохая или во всяком случае они вам не на не не подскажут какой стиль и что вы даете нового этому миру какой жанр и какой стиль даже не жанр а что вам удается лучше чем другим на друзья пока мимо меня проносятся автомобили сразу могу сказать для тех людей которые не имеют классический фотоаппарат или какой-то цифровой современный не огорчайтесь друзья во flicker присутствуют люди которые снимают на телефоны на смартфоны и занимают очень высокие места поэтому если вы просто интересуетесь этим если у вас есть хотя бы телефон с камерой добро пожаловать во flicker так у меня тут пешеходный переход всем секунд быстренько так вот друзья чтобы быстро перейти эту дорогу об чтобы сократить то время роста вашей известности несколько раз уфа и он еще ушло на это несколько лет для того чтобы изучить эти алгоритмы на момент моего становления первой фотографии во flicker никакой информации по flicker в русскоязычной пространстве не было семнадцатый год более того даже в англоязычном сообществе никто не знал как работает алгоритм у flicker поскольку это рапортизированная система современная с элемента интеллекта она прошла долгий путь от владельцев компании yahoo потом наконец таки была в восемнадцатом году приобретена компанией smagmac на которой можно делать свой сайт кстати продавать фотографии но в итоге переехав на сервера amazon самые мощные самые скоростные имея доступ к базам других поисковых систем flicker стал номер один абсолютным топом номер один для тех кто любит фотографию не только для тех кто просто фотографирует но для тех кто размещает фотографии в журналах в статьях ищет авторов для арт галерей это все flicker это все про это самое главное друзья самое невероятное это то чем flicker оставался всегда это сообщество людей фотографов не токсичное сообщество в отличие от многих других площадок и в этом вы сможете сами убедившись легко зарегистрироваться бесплатно сейчас процедура совершенно простая для этого достаточно иметь почту или гмейловскую или yahoo и буквально даже с портативных устройств вы можете это сделать раньше это было только с компьютера вот такой экскурс небольшой вам во flicker для тех кто заинтересовался посмотрите пересмотрите мой плейлист по flicker понятно что эта динамичная система постоянно меняется ничто не вечно она улучшается и на что бы я сейчас отметил ваше внимание заострил на то что сегодня в этом году и в прошлом году flicker сделал очень много для продвижения новых молодых авторов он устраивает периодически конкурсы с призами устраивает всевозможные выставки и галереи существует flicker блок где обсуждаются все тенденции тренды и вообще события которые происходят в этом мире дальше основными инструментами flicker если их упрощать является лента explore куда попадает 500 фотографий каждый день отобранных алгоритмами flicker со всего мира друзья вы можете посчитать сколько за год ну грубо говоря 180 тысяч там с чем-то в год попадает таких работ количество пользователей explore уже перевалили за 100 тысяч но это те люди которые не только регулярно но и когда-либо попадали в эту ленту на регулярной основе туда попадает по моим оценкам несколько тысяч человек это составляет костяк flicker составляет основу грубо говоря этого сообщества второе это конечно комментарии просто лайки во flicker неинтересны интерес в первую очередь касается общения людей где вы можете узнать что-то новое для себя похвалить что-то написать или спросить все это есть дальше второй инструмент самый крупный это группы всевозможные группы по интересам но это требует совершенно глубокого изучения на что Фавенович потратил множество времени и все типы групп я о них вам подробно расскажу как только сегодня выйду из магазина так и так мы с вами зашли в магазин попали в эту лавку flicker мы здесь ничего не знаем выходим осматриваемся изучаем что здесь есть вообще это абсолютно нормально для каждого кто попал во flicker проходя со стеллажами с разной продукцией вы можете обратить внимание на то что какие-то вещи вас заинтересуют мимо каких-то вы будете проходить они вам будут неинтересны также построено наполнение самого flicker те же самые группы они точно так же могут иметь какой-то коммерческий заинтересованный аспект для самих продвигателей групп так и свободный художника некий какой-то посыл для новичков первое на что вам обратить стоит внимание это оформление своей страницы я об этом рассказывал у меня есть видео но вкратце скажу сделать фотографию сделать описание обязательно сделать фоновый рисунок рассказать о себе поскольку основным языком общения является английский сделайте это на английском языке вы можете это продублировать на разных других языках для этого инструмента есть но английский поможет алгоритмам проще определить кто вы такой для тех людей кому заинтересовала эта тема я продолжу этот стрим продолжу этот плейлист и этот подкаст где подробнее рассмотрим уже какие-то вопросы которые у вас появятся которые у вас появятся